В поселке Черноморка-2 на улице Согласия, Согласием и не пахнет. Все из-за земельной неразберихи. Таировский поселковый совет на частной территории построил детскую площадку. История началась в 2007 году. На тот момент счастливая семья собиралась построить на этом месте собственный дом. В кредит был приобретен земельный участок. С большими трудностями семья погасила кредит в срок, однако до строительства дело не дошло. В 2013 случилась беда. Муж Елены умер, и она вынуждена одна воспитывать и содержать ребенка. Женщина решила продать участок. Деньги нужны были на самое элементарное. Однако, каково было ее удивление, когда на частной территории выросла детская площадка. Вступила я в наследство в 2014 году. Вы понимаете, мне не до участка было. Я осталась с ребенком одна. Приехала сюда в декабре месяце подготавливать его к продаже. Все было нормально. 2019 года в декабре, где-то в середине декабря. В январе месяце мы приезжаем с риэлторами и стоит вот эта вот красавица. Все документы у женщины на руках. Однако в рабочем проекте строительства детской площадки графический участок Елены находится по соседству через дорогу. Исходя из этого рабочего проекта и исходя из документов на право собственности, которые есть у моей клиентки, на земельном участке, который ей принадлежит, Таировский сельсовет построил площадку. То есть, грубо говоря, это был захват земельного участка Таировским сельским советом. Внятных ответов, как так произошло, Елена не может получить от чиновников уже порядка полугода. И мы сами поняли почему. Отправившись Таировский поселковый совет в приемные для граждан часы, наша съемочная группа не обнаружила на месте ни исполняющей обязанности председателя Ларису Бурлаку, ни ответственного секретаря. Лишь с десяток людей, которые также зря прождали до 12 часов, когда официально заканчивается прием. Местные жители говорят, что не впервые им отказывают в аудиенции в специально отведенное для этого время. Якобы Лариса Бурлака находит более важные дела, чем выслушивать проблемы граждан. С таким отношением чиновников героиня нашего сюжета Елена не намерена больше обивать пороги власть имущих. Она готовит обращение в суд. Верит, что хотя бы через Фемиду ей удастся добиться справедливости. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал Репортер.